Здравствуйте, коллеги! Тема сегодняшней лекции Сложные колебания Мы рассмотрим вопрос о собственных колебаниях и о колебаниях нелинейных систем Итак, начнем с вопроса про линеризацию системы уравнения движения Пусть у нас есть уравнение движения следующего вида d по dt mαβ от x на x с точкой β равно минус 2bαβ тоже от x на x с точкой β минус dα от u от x здесь здесь mαβ это мαβ это матрица масс минус кинетическая энергия это 1,2 mαβ от x на x с точкой α x с точкой β по повторяющимся индексам разумеется, суммирование матрица масса матрица масса может зависеть от координат соответственно 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 выражение в скобках это импульс коэффициенты bαβ задают силы пропорциональной скорости значит мы можем представить матрицу bαβ как сумму симметричной части и антисимметричной части то есть симметричная часть при перестановке индексов переходит в себя антисимметричная меняет знак соответственно антисимметричная часть дает это яроскопические силы это такие силы как сила Лоренца сила Кориолиса яроскопические силы работу совершать не могут потому что fα яроскопическая это минус 2bαβ антисимметричная часть на x точкой β если мы это еще умножим на скалярный на x точка альфа это будет мощность яроскопических сил но здесь антисимметричная матрица x точка альфа на x точка бета симметрична это дождевственный 0 то есть это мощность яроскопических сил а симметричная часть этой матрицы она дает силы вязкого трения с той оговоркой что чтобы это было именно вязкое трение надо чтобы эта матрица была положительно определена не строго потому что значит f вязкого трения это минус 2 bαβ симметричная часть на x точкой β если мы это еще умножим на x точкой альфа то это получится мощность сил вязкого трения и эта мощность сил вязкого трения должна быть не положительна потому что трение энергию забирает а не сообщает поэтому получается что симметричная часть матрицы b должна быть не строго положительно определена то есть соответствующая квадратичная форма должна быть положительной либо нулём при нулевой скорости если матрица b будет иметь отрицательные собственные числа то вместо трения мы получим уже самовозбуждение то есть энергия сможет системе сообщаться ну и наконец это некоторая потенциальная энергия минус градиент который дает нам еще некоторую добавку к силе далее мы будем смотреть для начала как ведете систему вблизи положения равновесия пусть x0 это точка минимума для u от x тогда и пусть x при нулевом времени равно x0 x точкой при нулевом времени равно нулю тогда d по dt от m альфа бета от x на x с точкой бета в начальный момент времени это минус 2b альфа бета на x с точкой бета но скорость равна нулю поэтому этот член уходит минус d альфа от u от x от x 0 потому что начальное значение x x0 но у нас если потенциал гладкий x0 точка минимума то это равно нулю так как и получается что тогда если в начале у нас система неподвижна в точке минимума или другого экстремума потенциальной энергии то это положение равновесия действует нулевая сила импульс постоянен скорости постоянны теперь является ли это положение равновесия устойчивым прежде чем обсудить этот вопрос сперва надо дать определение а что такое устойчивость значит устойчивость это значит малое начальное отклонение остаются малыми на самом деле у нас есть когда вот мы нашли точку экстремума потенциала мы можем сказать что у нас есть x0 от t тождественно равное x0 это решение уравнения движения которое просто не зависит от времени все координаты постоянные соответствуют точке экстремума соответственно малое отклонение надо брать малое отклонение именно вот от этого решения малое отклонение по координате малое отклонение по скорости и надо чтобы это малое начальное отклонение в дальнейшем также осталось малым аккуратное определение того что это такое дает нам понятие устойчивости полипуновы итак пусть r множество решений системы обыкновенных дифференциальных уровней порядка то есть n это старшая производная присутствующая в наших дифференциальных уровнях решение x0 от t ну раз оно решение принадлежит множеству r устойчиво по лепунову тогда и только тогда когда начальные малые отклонения остаются малыми запишем аккуратно на языке ε дельта для всякого ε больше нуля найдется дельта больше нуля такое что для всякого x от t принадлежащего множеству решений максимум по α α это номер координаты от x α в нулевой момент времени минус x α 0 0 по модулю x α с точкой 0 момент времени минус x α с точкой 0 0 момент времени по модулю и так далее вплоть до n минус 1 производной по времени, x альфа от нуля минус n-1 производная, x альфа нулевое от нуля. Вот если максимум от всех этих разностей, от самой функции до n-1 производной включительно в нулевой момент времени дельта, то есть это вот как раз и означает, что в начальный момент времени отклонение мало, то есть меньше дельта для всех, для функции n-1 производной, то тогда для всякой такой функции, который, этот максимум меньше дельта. Максимум уже не только по альфу, но и по времени большему нуля. Тут уже любые времена больше нуля допустимы. То же самое, только уже в момент времени t. Для самой функции, для первой производной, то есть для скорости, тоже в момент времени t. И так далее, вплоть до n-1 производной. Опять-таки. по модулю меньше ε. То есть если мы, какое бы ни было ε больше нуля, мы можем подобрать такое дельта, что если начальное отклонение меньше дельта, вот в этом смысле, то во все последующие моменты времени отклонение в том же самом смысле меньше, чем ε. Вот это определение устойчивости полипунала. Теперь сформулируем пару теорем. Теорема 1. Решение. Так, или... В равновесии. x от t равно нулю устойчиво по Ляпунову. Если u от x имеет локальный минимум при x равном нулю. Ну, давайте уточним, что вот это и d по dt тем альфа бета от x с точкой бета равно минус альфа от у от x. Так, а как доказать эту теорию? Значит, вот есть у нас... Значит, доказательства. Мы можем рассмотреть фазовое пространство с координатами x альфа и x альфа с точкой. И мы можем в этом пространстве... Так, тут я буду... Давайте, ну, точним, строгими. И в этом пространстве мы можем область рассмотреть. e от x и x с точкой меньше, чем какое-то... e1. Ну, и тогда, если e1 равно u в нуле, а u в нуле это минимум потенциальной энергии, то тогда в окрестностях нуля, мы выбрали, что ноль у нас, точка минимума, у нас есть всего одна точка, куда в систему может по закону сохранения энергии попасть. А у нас, обратите внимание, где у нас ни потенциал, ни массовые коэффициенты от времени не зависят, так что энергия сохраняется. Соответственно, вот, если у нас координаты x и x с точкой, то вот, одна точка, это e равно u от нуля. Одна единственная точка. Если это строгие минимум, мы рассмотрим какую-то уже, какую-то область. e меньше e1, которая больше, чем u от нуля, то для достаточно, если минимум строгий, строгий, хотя и локальный, то для достаточно малых e1 у нас это будет ограниченной областью. И, соответственно, если первоначальная система была внутри этой области, то уйти из этой области она не сможет. Закон сохранения энергии не позволит. То есть тут мы пользуемся тем, тем, что u непрерывно, а точка 0 минимум. Ну вот, собственно, основная идея доказательства. Далее. Можем эту теорему немножко усилить. Теорема 2. силы вязкого трения и иероскопические силы не портят устойчивость и полипунову, если она была без этих сил. не портят устойчивость. Ну что тут можно сказать? Если рассматривать силы вязкого трения, они могут систему энергию забирать, но не могут энергию сообщать. Соответственно, та же самая область, которую мы рисовали на фазовом пространстве, без учета силы вязкого трения и иероскопических сил, по-прежнему система из нее опять-таки не может выйти, потому что у нас уже нет закона сохранения энергии, но энергия не возрастает. Поэтому область остается та же самая, со временем даже будет уменьшиться. Иероскопические силы тоже не могут испортить нам устойчивость по тем же причинам. Они не совершают работу. И, соответственно, доступная область по закону сохранения энергии и доступная область фазового пространства остается прежней. Однако можем привести пример того, что в некоторых случаях вязкое трение и иероскопические силы могут создать устойчивость, если этой устойчивости раньше не было. Ну, это можно два простых примера рассмотреть. Значит, пример 1. вязкое трение создает иероскопическую силу. x с двумя точками равно минус гамма на x с точкой. Соответственно, x с точкой равно e в степени минус гамма на v нулевое. Ну, а если это ещё раз проинтегрировать по времени, x равно так, x 0 минус в 0 на гамма и в степени минус гамма t. Соответственно, x 0, v 0 константы интегрирования. Значит, если выкинуть вязкое трение, то у нас будет просто свободная частица напрямую. потенциальная энергия ноль, строгих минимумов нет вообще, все точки являются точками равновесия, но ни одна из них неустойчива. Если частица сообщить сколько угодно малую скорость, то она так с этой малой скоростью и поедет. А если когда мы включили вязкое трение, то устойчивое решение x от t равно x 0 для всякого x 0 потому что если мы сообщим малую скорость частицы, то она конечно поедет, но ее скорость будет экспоненциально задухать и уедет она на малое расстояние по сравнению с начальным положением. Так что малые начальные отклонения останутся малыми. Пример 2. Как яроскопические силы могут обеспечить устойчивость? Ну пусть у нас частица живет на плоскости, а перпендикулярно заряженные частицы перпендикулярно плоскости направлены магнитное поле. Значит, R с двумя точками равно значит, Q на M C R с точкой векторно на H. Значит, R перпендикулярно Z H параллельно Z. Тут понятно, в плоскости XY под действием поля вокруг оси Z частица будет вращаться. то есть у нас будет что? R с точкой равно минус Q H на M C векторно на начальную скорость. Так, извините. Итак, то есть вот у нас будет можно вот так переписать и мы видим, что это уравнение соответствует вращению вот с угловой скоростью омега большой. Так, что мы можем написать, что R от t равно R 0 плюс ну давайте напишем R большое ну по X пусть будет косинус омега t по Y синус омега t ну плюс альфа плюс альфа значит соответственно здесь у нас тоже пока не было яроскопических сил пока было выключено магнитное поле в плоскости XY была свободная частица начальная любая малая скорость приходила к тому что частица уезжала сколь угодно далеко когда мы включили магнитное поле то неподвижная частица остается неподвижной а если чуть-чуть толкнуть то она начнет вращаться вращаться по окружности если начальная скорость мала то радиус окружности будет соответственно дальше чем на удвоенный радиус окружности частицы не то есть опять-таки у нас появилась устойчивость далее далее теперь займемся уже линеризации исходной системы и так наша исходная система уравнений d по dt м альфа бета от x на x точкой бета равно минус 2b альфа бета от x x точкой бета минус производная по координате альфа то от x и давай то есть мы по-прежнему считаем что x равно 0 это минимум точка минимума для ватт x и мы разложим наше уравнение до линейного порядка по x и x точкой соответственно тогда в левой части d по dt м альфа бета от нуля на x точкой бета все если мы будем учитывать зависимость матрицы масс от координат то это у нас уже по и появятся члены не менее чем линейной по иксу а здесь уже есть и первая степень по скорости так что если мы разлагаемся до линейного порядка дальше все да так же матрица б поскольку здесь уже есть множитель линейный по скорости то соответственно опять таки матрицу вы берем в точке то ли далее градиент потенциальной энергии то что мы можем тут написать мы можем потенциальную энергию разложить до второго порядка и и тогда вот первый порядок это что будет это будет x точкой бета d альфа д бета на у от нуля для того чтобы в линейном порядке написать силу нам достаточно знать вторую производную ату первая производная твой равна нулю поскольку у нас экстрема ну обозначим вот эту матрицу m большую альфа бета это уже постоянная матрица эту матрицу b большую альфа бета а вот эту матрицу матрицу вторых производных обозначен к большое альфа бета ну и тогда можно матрицу m вынести из под производных у нас получается уже такое вот уровень такая вот систему ров м альфа бета на их с двумя точками плюс 2b альфа бета на x точка бета плюс к альфа бета на x б равно нулю вот ли не резаться нашей системы вблизи точки экстрема потенциальный такую систему можно назвать системы связанных исцелляторов значит м альфа бета но это опять-таки матрица масс только теперь она стала постоянной к альфа бета это матрица жесткости жесткость потому что если сравнить это с уравнением гармонического осциллятора с затуханием то гармонический осциллятор с затуханием обычный одномерный это m на x двумя точками плюс 2b на x точкой плюс к жесткость на x равно 0 а наша система она как раз аналогично этому уровню если я написать на матричном языке на матричный вектор языке то мы получим м на x вектор с двумя точками плюс 2b на x вектор с одной точкой плюс к на x вектор равно 0 вы видите это матричный аналог нашего гармонического осциллятора за дух только здесь уже b кроме сил вязкого трения может описывать еще и и раскопические силы а в одномерном случае и раскопических сил быть не так теперь давайте для начала рассмотрим простой случай когда матрица b равна 0 сила вязкого трения гироскопические силы нас отсутствует и для этого случая найдем то что вот называем рассмотрим задачу о том что называется собственными колебания и так в этом случае у нас функция лагранжа от x и x точкой зависит это кинетическая энергия линеаризованная минус потенциальная энергия ленеаризованная или это значит ли не риск можно фуза градусатели не риску значит линеаризованная кинетическая энергия это 1 вторая м альфа b то большое которые постоянным множителем икс точкой альфа x точкой пыта потенциальная энергия значит вот 1 2 к альфа бета x альфа x . значит соответственно уравнение элера лагранжа яма альфа бета на x двумя точками в это плюс к альфа бета на x точку значит если матрицы диагонально матрицы м и к то тогда у нас то есть если м альфа бета равно диагональ м1 м2 и так далее м к альфа бета равна диагональная матрица а на диагонали стоят к 1 к 2 и так далее к н то тогда мы получаем уже м альфа на их двумя точками альфа плюс к альфа на x альфа равно 0 я альфа на подзывы закрытый индекс у массы и жесткости взял скобки чтобы не было соблазна просуммировать повторяющемуся индекс потому что здесь суммы нет повторяющийся альфа нет и тогда мы получаем просто набор n штук гармонических осцилляторов у каждого из них м это масса к это жесткость и если мы сможем нашу исходную систему диагонализовать то тем самым мы сведем к набору невзаимодействующих гармонических осцилляторов чтобы диагонализовать эти матрицы ну что мы можем про сказать они симметричны м альфа бета равно м бета альфа к альфа бета равно к бета альфа симметричность следует из того что матрица масса это матрица вторых производных от кинетической энергии по скоростям а матрица жесткости это матрица вторых энергии потом трех производных потенциальной по скорости кроме того м альфа бета положительно определенно строго положительно определенно потому что кинетическая энергия при ненулевой скорости всегда положить матрица жесткости если мы ли не резуем нашу систему вблизи точки минимум она тоже будет положительно определенно а если это какая-то другая экстремальная . максимум седло безразличное равновесие то тогда у к могут быть собственные числа любых знаков вообще говоря вот это уже хорошо потому что у нас есть две квадратичные формы м и к одна из которых положительно определенно и как мы должны с вами знать из линейной алгебры на этот счет есть теорема что две квадратичные формы одна из которых положительно определенно можно одновременно диагонализовать с помощью вещественного линейного преобразования а раз так то давайте ставить соответствующую задачу значит мы можем поставить задачу на собственные числа и собственной функции но в принципе нам нужны не столько собственные числа для к м это не очень интересно нам интересы интересны собственные частоты то есть корни из отношения как и мы можем тогда наша задача на собственные числа это давайте рассматривается у нас м положительно определена то она не вырождена и мы можем нашу систему слева умножить на обратную матрицу матрицу матрица и тогда получается м в минус 1 альфа бета на m бета гамма на их с двумя точками гамма плюс м в минус 1 альфа бета на к альфа бета бета гамма на х бета гамма равно 0 и оное в минус 1 до см дельта символ дельта альфа и получается x двумя точками альфа плюс м в минус 1 альфа бета на к бета гамма на их с точкой гамма равно 0. И нам, в общем-то, надо диагонализовать, найти собственные векторы и собственные числа вот как раз для этого произведения. m в минус первой на k. Ну и тогда пишем вековое уравнение на соответствующие собственные числа. m в минус первой альфа бета на k бета гамма минус лямбда на дельта альфа гамма равно 0. И тогда лямбда это омега в квадрате. Или можно написать то же самое уравнение немножко по-другому. Можем умножить выражение под определителем на матрицу m. Определитель матрицы m не равен 0. Произведение определителя равно определителю произведения. Так что получаем, что k альфа бета минус лямбда на m альфа бета равно 0. У этого уравнения те же самые корни, если матрица m не выражена. Ну и это значит вековое уравнение. Уравнение на собственные числа. Ну или собственные частоты. Собственные частоты это корни из собственных чисел. Ну а уравнение на собственные векторы. Понятно. m в минус 1 альфа бета на k бета гамма. Если умножить на собственный вектор h гамма, должно получиться лямбда на тот же самый собственный вектор h уже с индексом альфа. Ну или на матричном языке m в минус 1 на k на h равно лямбда на h. Вот это собственные векторы. Уравнение на собственные векторы, которые можно еще назвать собственной амплитудой. Собственные векторы мы можем подобрать так, чтобы они были ортогональны. Ортогональны в смысле матрицы масс. Здесь верхний индекс у собственных векторов альфа бета нумеруют компоненты, а нижний индексы а, б нумеруют сами собственный вектор. Вот здесь написать. Индекс а, который соответствует собственному числу. Собственный вектор тоже нумеруют. Так вот, собственные векторы можно подобрать так, чтобы они стали... были ортогональны в смысле матрицы масс. Но это, собственно, можно сказать так, потому что мы можем с помощью линейных преобразований вещественных сделать матрицу масс единичной матрицей. И тогда, вот, собственно, мы сможем воспользоваться тем, что собственные векторы можно всегда подобрать ортогональными. Вообще, как мы знаем еще из прошлого семестра, в классической механике естественное скалярное произведение для скоростей задается с помощью матрицы масс. И вот в таком базисе, если мы будем писать х альфа равно h альфа а на х а, вот новые координаты – это коэффициенты разложения по собственным векторам. Тогда вот в новом базисе, если выполнено вот это вот условие ортонормированности, матрица масс превратилась в дельта-символ, а матрица жесткости, я уже компоненты нумерую индексами А, В, в которых все диагонально, это будет диагональная матрица, где на диагонали стоят собственные числа, лямбда 1 и так далее, вплоть до лямбда 1. Можно, я вот тут написал, как получить старые координаты из новых, если у нас вектор а шерта нормированный, то мы можем получить и новые координаты из старых с помощью скалярного произведения. Скалярное произведение х на h а, т. И для этого мы что делаем? Скалярное произведение, разумеется, с помощью матрицы массы m альфа-бета на х альфа на h бета с индексом А. Вот, собственно, переход. И уравнение Элера-Лаграджа в новых координатах х с двумя точками Ат плюс лямбда Ат на х Ат равно 0. Ну, отсюда видно, что омега Ат равно плюс-минус корень из лямбда Ат. Разумеется, если у нас матрица жесткости положительно определено, то все частоты окажутся положительными, вещественными. Все лямбда положительными, все частоты вещественные. Если лямбда отрицательна, то соответствующие частоты оказываются мнимыми. А мнимые частоты – это значит, что у нас вместо колебаний, которые описываются комплексными экспонентами, будет экспоненциально затухание или нарастание, которые описываются вещественными экспонентами. Ну, это естественно. Если у нас есть отрицательные собственные числа у матрицы жесткости, значит, в каком-то направлении из нашей точки экстрема можно пойти и подобрать такое направление, чтобы потенциальная энергия в этом направлении уменьшалась, не увеличилась. И тогда, если мы туда пойдем в начальную скорость, то у нас будет экспоненциальное нарастание исходного маловатного отклонения. Если пойдем обратно, то мы можем получить, наоборот, экспоненциальное затухание, когда частица залазит на горку и там останавливается. А так, в принципе, если вам надо исследовать какую-то экстремальную точку на предмет малых колебаний и устойчивости, то вы можете про устойчивость сначала не думать, искать малые колебания. Искать вот собственные частоты малых колебаний. Если частоты оказались мнимыми, значит, точка неустойчива. Сложнее, если частоты оказались нулевыми. Потому что тогда означает, что в каком-то направлении у нас вторая производная от потенциальной энергии равна нулю. Если бы у нас членов выше квадратичных потенциальной энергии не было, то тогда в этом направлении у нас потенциальная энергия была бы тождественным нулем, и в этом направлении у нас было бы безразличное равновесие. Но если у нас исходная потенциальная энергия содержала и более высокие члены разложения, была не квадратичной, то тогда надо исследовать более высокие производные. Ну, ситуация-то такая же, как вот на первом курсе, когда исследуется минимум и максимум функции нескольких переменных. Если у нас есть невырожденная матрица вторых производных, то она нам позволяет определить, кто у нас минимум, максимум, седло. А если эта матрица вырождена, то надо смотреть более высокие производные. Небольшое замечание, почему я всё время говорю про малые колебания. Потому что мы разложились до линейных членов. Разложились до линейных членов. А раз так, то это разложение работает только при малых отклонениях по координате и по скорости. Далее. Мы пока что для простоты выкинули матрицу В, связанную с яроскопическими силами и с вязким трением. Ну, яроскопические силы, как вы знаете, можно описать с помощью Лагранжевого и Гамильтонового формализма. Тогда у нас в Лагранжан попадает добавка линейная по скорости. И получаются обобщенные импульсы, отличающиеся от обычных кинематических импульсов. Вот наш импульс М на В это кинематический импульс. А если у нас есть вязкое трение, то принято вязкое трение описывать с помощью диссипативной функции релея. Диссипативная функция релея это функция от координат и скоростей. Это квадратичная форма, посчитанная с помощью матрицы В от скорости. в принципе можно было брать и не обязательно симметричную часть, можно было брать матрицу В целиком, все равно антисимметричная часть в квадратичную форму вклада не дает. И тогда сила вязкого трения записывается как минус 2 В альфа бета симметричная часть от х на х с точкой бета и можно это записать как производную от функции релея по скорости с индексом альфа. А если Ф альфа умножить скалярно на скорость, то получится с множителем минус 2 снова функция релея. А это собственно что такое? Это мощность сил вязкого трения. То есть вот он физический смысл функции релея. Умножим ее на минус 2 и будет мощность, которая развивает силу вязкого трения. Ну и соответственно когда мы пишем механическую систему с силами вязкого трения, то для нее обычно вот пишут уравнение Элера Лагранжа и в качестве внешних сил приписывают в правую часть производную от функции релея по скорости. Обратите внимание, здесь у нас функции релея матрица B может зависеть от X-ов. Ну теперь давайте вернемся к нашей исходной линейризованной системе, где присутствует также матрица B. M альфа бета на X с двумя точками X бета плюс 2 B альфа бета на X точкой бета плюс K альфа бета на X бета равно 0. Или что то же самое на матричном языке M на X с двумя точками плюс 2B на X точкой плюс K на X равно 0. И мы можем по-прежнему искать решение в виде X альфа от t равно H с индексом альфа на E в степени и омега t где омега собственная частота H собственная амплитуда и тогда понятно каждая точка будет давать на множитель и умножить на омега если мы подставим в нашу систему X вот в таком виде то что мы получаем мы получаем минус омега в квадрате на M альфа бета плюс I на 2 омега B альфа бета плюс K альфа бета на H бета на E в степени и омега t равно нулю ну экспоненту выкидываем она на нее можно сократить потому что в ноль она не обращается то и нам надо чтобы матрица вектор H обнулился под действием той матрицы которая у нас в скобках причем вектор H имеет ненулевую длину соответственно условие того что вот это уравнение на компоненты вектор H будет иметь нетривиальные ненулевые решения состоит в том что матрица должна быть вырожденной стало стало быть определитель минус омега в квадрате на M плюс I2 омега B плюс K равно нулю это условие на собственные уравнения на собственные частоты а вот это уравнение это получается уравнение на собственные амплитуды или собственные векторы и как вы видите вроде бы у нас было уже не две матрицы как было а три но тем не менее все равно задача на собственные векторы и собственные частоты благополучно записалась но линейная алгебра не дает нам теоремы об одновременной диагонализации трех квадратичных форм скажем если у нас B симметричен тем не менее вот распишем вековое уравнение и получим уравнение его можно будет решить в чем же дело дело в том что когда не было матрицы B у нас собственные числа которые связаны с квадратом омега и собственные векторы всегда можно было найти вещественные а здесь вообще говоря нам никто не обещает что собственно что собственные числа и собственные векторы будут вещества омега в квадрате не только омега но омега в квадрате может оказаться комплексным и компоненты собственных амплитуд H тоже могут оказаться комплексными с чем это какой физический смысл? Когда у нас амплитуда вещественная, то это означает, что у нас мы можем подобрать собственные колебания так, чтобы все степени свободы колебались с одинаковой фазой, синхронно. А когда собственные амплитуды комплексные, причем мнимая и вещественная часть непараллельна, то у нас неизбежно разные степени свободы будут колебаться с разными фазами. Ну вот, например, мы можем вспомнить пример, который мы уже рассматривали. Частица в плоскости XY в магнитном поле, направленном по оси Z. Она там вращается. Вращение это тоже гармоническое колебание. Только при вращении колебание по X и по Y осуществляется со сдвигом по фазе на четверть периода. А магнитное поле это как раз создает яроскопическую силу Лоренца, которую как раз можно описать с помощью матрицы П. мы можем также рассмотреть задачу и о том, как наша система колеблется под действием вынуждающей силы. M альфа-бета X двумя точками бета плюс 2 B альфа-бета на X точкой бета плюс K альфа-бета на X бета равно F альфа на E в степени и омега-бета. ну или на матричном языке M на X с двумя точками плюс 2 B на X с одной точкой плюс K на X равно F на E в степени и омега-бета. будем искать X в виде а альфа на E в степени и омега-бета. И тогда если подставить это уравнение на это выражение в наше уравнение движения мы получаем в общем-то опять-таки уравнение на амплитуду. Минус омега в квадрате на M давайте на маточном языке я опять напишу и 2 омега-б плюс K на A равно F ну если соответственно можно написать A равно минус омега в квадрате M плюс I 2 омега-б плюс K все это в минус первая обратная матрица на F и так мы можем вот амплитуду вынужденного колебания выразить через амплитуду вынужденной силы причем обратите внимание если омега равно какой-то одной какой-то собственной частоте то тогда обратная матрица не существует это это резонанс при этом мы в одномерном случае уже это смотрели при этом у нас оказывается что амплитуда со временем X начинает неограниченно расти в принципе если частота у нас окажется комплексной то может статься что для того чтобы получить резонанс то нам нужно будет взять вынуждающую силу если у омега есть минимая часть то значит эта вынуждающая сила со временем экспоненциально меняет свою амплитуду такие ситуации тоже можно рассмотреть но обратите внимание вот наша хорошо знакомая задача о колебаниях под действием внешней гармонической силы мы ее обобщили на случай системы осцилляторов в присутствии сил вязкого трения и героскопических сил так последняя тема в рамках нашей сегодняшней лекции это нелинейные колебания в конце концов система с которой мы начинали вот она вообще говоря была нелинейной в общем случае мы ее только линейной лизовой если колебания малы то мы можем этой линейной лизации пользоваться но даже для малых колебаний мы можем поставить задачу о том как эта нелинейность будет сказываться и вот мы будем сейчас рассматривать ситуацию когда колебания малы и соответственно нелинейность мала потому что нелинейность это следующие порядки малости но мы эту нелинейность все-таки хотим учесть и так пусть мы сначала задачу линеризовали и в линейном порядке перешли к собственным колебаниям для простоты пускай у нас нет ни героскопических сил ни эсквотрии и тогда у нас система осцилляторов в линейном порядке а нумерует вот те самые нормальные координаты в которых осцилляторы у нас становятся невзаимодействующим вот соответствующая частота индекс я здесь скобочку заключил чтобы не было соблазна по нему просуммировать на x равно в линейном пределе было бы ноль а в нелинейном мы пишем эпсилон на f от от координаты скоростей вот сюда в это f мы загнали всю нелинейность все последующие члены старшелинейного вышелинейного в разложении наших уравнений движения по координатам и скоростям эпсилон мы считаем малым параметром значит эпсилон много меньше единиц и учет вот этой правой части мы сделаем по теории возмущения что это означает мы будем считать что x а то равно x а то нулевое это невозмущенное решение плюс эпсилон в первой степени на x1 линейная поправка плюс эпсилон в квадрате на x2 квадратичная поправка плюс эпсилон в кубе на x3 в кубическая поправка плюс и так далее плюс эпсилон в н степени на xn плюс и так далее ну x нулевой это нулевой порядок и при желании здесь можно приписать x нулевой степени но x нулевой степени это единичка значит в нашем случае понятно что x 0 а то от времени это просто собственные колебания а а то на косинус омега а то т плюс альфа а то вот вид наших собственных колебаний невозмущенного решения ну а дальше как мы находим этот ряд это разложение находим мы его методом последовательных приближений если мы подставим вот весь этот ряд в наше исходное уравнение движения то и оставим члены только нулевого порядка по эпсилон то у нас просто останется просто уравнение гармонического осциллятора на вот это вот самое x нулевое а дальше когда мы будем искать x первое то слева у нас остается x x первое а справа мы в f подставляем x нулевое и находим то есть мы и мы находим n плюс первый порядок теории возмущений считаю что первое n порядков уже найти а так смотри в квадрате x n плюс первое на а равно эпсилон так стоп секундочку нет эпсилон не надо f а t давайте эпсилон н плюс первое напишем эпсилона здесь сумма пока от 0 до n эпсилон ката x ката сумма пока от 0 до n эпсилон ката x точкой к то есть мы находим n плюс первую поправку исходя из того что мы знаем все предыдущие поправки и вот это вот эпсилон на f мы пишем с точностью до эпсилона в степени n плюс 2 что мы можем сказать в общем случае не переходя к конкретике понятно что в нулевом порядке у нас в нулевом порядке мы можем расписать наши колебания через косинус и синус через косинус и синус исходных собственных частот но но дальше когда мы начнем вычислять следующие поправки то что мы увидим мы увидим что когда мы перемножаем скажем косинусы то у нас получится комбинация косинуса разности и косинуса суммы аналогично если мы умножаем синус на косинус у нас тоже получается ну только комбинация уже не косинус фасинуса синус разности плюс синус суммы ну и перемножение синуса на синус тоже дает нам ну только уже разность косинус косинус умер один минус умер два минус косинус два плюс умер один над то есть если первоначал в в x0 есть собственные частоты омега один омега два и так далее то в x1 есть сумма и разность то есть омега один минус омега два омега один плюс омега два омега один плюс омега три омега один минус омега три ну и так далее в принципе всевозможные суммы разности исходных собственных частот могут появиться кроме того могут появиться удвоенные частоты это если у нас омега один равно омега два то появится удвоенная частота и могут появиться нулевые частоты как разности двух собственных частот двух одинаковых собственных частот далее в последующих порядках теории возмущений у нас уже будут складываться и вычитаться уже не только собственные частоты вот как здесь когда каждая собственная частота когда у нас было не больше двух слагаемых или разность тоже двух частот дальше могут появляться и более сложные комбинации сумм разности это вот одно свойство нелинейных колебаний с которыми мы с вами сталкиваемся могут появляться кратные частоты суммы частот разности частот но это еще не все не ниже ни позже чем во втором порядке у нас начнут появляться в х2 у нас могут появиться снова собственные частоты то есть омега 1 плюс омега 2 минус омега 2 например это снова омега 1 казалось бы что такого ну давайте посмотрим мы ведь рассматривали вот эту правую часть как будто это внешняя сила а если у нас внешняя сила действует собственной частотой а вот это у нас при вычислении х2 может возникнуть то это означает резонанс а резонанс это неограниченный рост амплитуды потому что мы здесь сейчас рассматриваем ситуацию без вязкого трения а неограниченному росту амплитуды вроде бы и взяться неоткуда потому что все таки у нас энергия сохраняется в чем дело дело в том что этот рост амплитуды вообще говоря фиктивный дело в том что как мы понимаем для нелинейных новопытных сил у нас вообще говоря частота может зависеть от амплитуды и как раз наше нелинейное разложение должно это учитывать если у нас есть вот колебания косинус омега 1 плюс дельта омега 1 на 3 и мы его разложим до линейного порядка то что у нас получится а на косинус омега 1 на 3 минус минус дельта омега 1 на т умножить на синус омега 1 т вот наш якобы резонанс якобы резонанс потому что как раз как мы знаем резонанс в отсутствии вязкого трения дает нам линейный рост амплитуды вот он наш линейный рост амплитуды на самом-то деле если мы разложим вот этот косинус суммы на самом деле точное выражение это а на косинус омега 1 т на косинус дельта омега 1 т минус а на синус омега 1 т на синус дельта омега 1 т и мы в нашей теории возмущений вот этот косинус дельта омега 1 т приближенно заменили на единицу а синус приближенно заменили на аргумент вот это приближение оно хорошо когда это приближение хорошо когда дельта омега на т много меньше единиц вот в этом случае этот косинус можем считать единицей этот синус заменить на свой аргумент и вот в этом на этих не слишком больших временах вот это справедливо а так ну мы либо можем принять к сведению что вот если у нас появился эффективный резонанс а неэффективных резонансов тут не будет если нет внешних сил то вот этот коэффициент дает нам сдвиг частоты либо мы можем действовать более аккуратно либо чтобы действовать более аккуратно нам надо при высших порядках теории возмущений сдвигать собственные частоты и при этом мы будем уходить от этих эффективных резонансов но зато надо будет смотреть условия самосогласованности чтобы амплитуда вынужденных колебаний была ровно такая какая-то давайте рассмотрим пример потому что без примеров это понять но у нас будет еще один пример разобрана в задании как одна из семинарских задач а пока мы возьмем вот L от X X точка равно значит кинетическая энергия дальше потенциальная минус потенциальная энергия гармонического осциллятора и минус эпсилон на M на 1 четвертую X четвертой тогда уравнение Элера-Лагранжа X с двумя точками плюс омега 0 в квадрате на X равно эпсилон мин извините минус эпсилон на X не возмущенное решение X 0 от T это A на косинус омега 0 не будем начальную фазу рассматривать все равно она ничего существенного нам не даст значит ну давайте будем писать что X что X X 0 плюс X 1 плюс X 2 давайте эпсилоны включим в X 1 X 2 тогда X 1 с двумя точками плюс омега 0 в квадрате на X 1 равно минус эпсилон на X 0 в кубе а X 0 вот она значит тут нам надо будет расписать косинус в кубе так что получаем минус эпсилон на в кубе а косинус в кубе ну давайте я без сразу готовой формулы воспользуюсь 4 третьих косинус омега 0 T плюс 1 четвертая косинус 3 омега 0 T ну в данном случае у нас оказалось так что уже в первом порядке теории возмущения у нас возник фиктивный резонанс то что вот смотрите вот эта штука как будто вынуждающая сила с частотой равной частоте собственной частоте осциллятора значит вынуждающая сила у нас вида вещественная часть от F0 на E в степени и омега 0 T то есть F0 на косинус омега 0 T почему я не пишу комплексную экспонент а пишу аккуратно косинус потому что у нас теперь нелинейный осциллятор и соответственно сумма решений уже не равна решению и поэтому так тогда X резонансное равно X резонансное от времени равно вещественная часть F0 T на E в степени омега 0 T поделить на I 2 омега 0 и получается F0 T на 2 омега 0 на синус омега 0 T сравниваем как раз вот с тем что мы здесь рассматривали как раз видите T на синус на сдвиг частоты со знаком минус так что вот это равно минус дельта дельта омега на T на синус омега 0 так что X1 от T равно ну тут я воспользуюсь сразу формулой для вынужденных колебаний так измените A в квадрате T A на синус омега 0 T плюс A в кубе эпсила 32 омега 0 в квадрате на косинус 3 омега 0 T и вот это выражение это и есть как раз только извините без знака минуса дельта омега то есть дельта омега 3 эпсилон A в квадрате на 8 омега 0 теперь давайте то же самое сделаем другим способом в чем-то более последовательном а именно вместо X0 рассмотрим X проб в квадрате от T равное A на косинус омега 0 плюс дельта омега на T и возьмем X двумя точками минус омега 0 в квадрате на X равно минус эпсила на X пробное в кубе равно опять-таки формула для косинуса в кубе минус эпсилон на A в кубе 3 четверти косинус омега 0 плюс дельта омега на T плюс 1 четвертая косинус косинус омега 0 плюс дельта омега на T и теперь за счет вот этого дельта омега мы ушли от резонанса если мы найдем теперь X от T вот этот X от T это аналог X0 плюс X1 это будет минус эпсилон она в кубе опять-таки без вывода 3 четверти косинус омега 0 плюс дельта омега на T поделить на омега 0 в квадрате минус омега 0 в квадрате плюс дельта омега в квадрате минус эпсилон на A в кубе 1 в четвертая косинус 3 омега 0 плюс дельта омега на T знаменателе омега 0 в квадрате плюс 9 омега 0 плюс дельта омега в квадрате и мы потребуем вот у нас первое слагаемое это слагаемое с исходной частотой мы потребуем чтобы оно приблизительно равнялось с точностью до малых членов A на косинус омега 0 плюс дельта омега на T ну дельта омега в квадрате мы следующий порядок малости мы выкинем поэтому что у нас остается 3 восьмых эпсилон A в кубе дельта омега на омегу 0 плюс дельта омега в квадрате равно A если дельта омега в квадрате выкинуть то получается как раз дельта омега равно 3 эпсилон A в кубе из-за А в квадрате на 8 омега 0 то же самое выражение что мы нашли перед этим из вот этого фиктивного резонанса дальше мы уже в качестве пробной функции будем брать правопробного решения будем брать решение с учетом вот этой тройной частоты снова его подставим в правую часть и у нас тут могут возникнуть новые условия самосогласованности новые поправки к частоте но пока что вот первое нетривиальное приближение дает нам такую поправку к частоте теперь воспользуемся этим чтобы обсудить такое явление как нелинейный резонанс вот я вам воспроизвел картинку обычного линейного резонанса и что происходит с нелинейным резонансом с нелинейным резонансом ну давайте мы напишем то же самое вот формулу для амплитуда при обычных вынужденных колебаниях а равно f0 где f0 от амплитуды вынуждающей силы омега 0 в квадрате минус омега в квадрате плюс и 2 омега на или если по модулю то получаем модуль f0 корень квадратный омега 0 в квадрате минус омега в квадрате в квадрате плюс 4 омега в квадрате дамо в квадрате пусть омега равно дельта омега плюс омега 0 И мы в линейном порядке по дельту омега всё это распишем. Тогда А приблизительно равно f0 на 2 омега 0 минус дельту омега плюс и гамма. Ну а модуль амплитуды приблизительно равен f0 по модулю на 2 омега 0 на корень дельту омега в квадрате плюс гамма в квадрате. Здесь есть небольшая вязкость, но мы сейчас будем считать, что при небольшой вязкости сдвиг собственной частоты можно в нелинейных колебаниях рассматривать точно так же, как было исходно. А далее, что мы получаем? Мы можем теперь сказать, что у нас было омега 0 для линейных колебаний, а теперь омега 0 перешло в омега 0 плюс дельту омега. А дельту омега, как мы уже нашли, это некая константа Капа умножить на амплитуду в квадрате. И тогда, что мы получим? Мы получим, что для каждой амплитуды своя собственная частота. То есть мы вместо дельту омега возьмем дельту омега минус дельта маленького омега. То есть дельта омега минус Капа на модуль А в квадрате. И получается, что модуль А равен, приблизительно равен f0 разделить на 2 омега 0, корень квадратный. Капа А в квадрате минус дельта омега, все в квадрате, плюс гамма в квадрате. И чему это соответствует? Чему это соответствует? Я вот вам представил график. У нас была обычная резонансная кривая. Для малых отклонений частот она была симметрична по отношению к резонансной частоте. А теперь резонансная частота уезжает на Капа А в квадрате. То есть вот это вот отклонение резонансной частоты, это Капа на А в квадрате. Вот это А. То есть чем выше, тем больше отклоняется резонансная частота. Ну вот на данном графике направо. И в итоге получается, что вот как бы ось ординат изогнулась вот по этой вот пунктирной синей линии. Вот он, нелинейный резонанс. И что может оказаться? Что при малой амплитуде на резонансной частоте у нас вот совсем маленькая. Первоначально у нас вот был... Если мы сразу попытаемся разогнаться до резонансной частоты, то мы разгонимся не сильно. А если мы сразу возьмем резонансную частоту для большой амплитуды, то мы не попадем сюда. Мы попадем вот сюда. Амплитуда и вообще наш график А от дельта омега, он не является графиком функции. Функции неоднозначны. Вот в диапазоне, который выделен пунктиром, у нас одной частоте соответствует три разных амплитуды. Поэтому может иметь место и эстерезис. Если мы, скажем, постепенно растим частоту, то вот у нас амплитуда растет, 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 выросла досюда. А здесь уже раз, кривая кончилась. И у нас амплитуда скачком прыгнет сюда. Если мы дальше будем расти частоту, то мы уже пойдем вот сюда, сюда, сюда. А если мы будем уменьшать частоту, то мы не попадем сразу на верхнюю точку. Мы пойдем сперва сюда, сюда, сюда. Потом здесь ветвь кривой кончилась, и мы прыгнем вверх. Вот сюда прыгнем. Ну а дальше, если пойдем направо, то сюда. Если налево, то обратно с горки. И видно, что у нас имеет место для нелинейных колебаний вот такой вот эстерезис. Амплитуда колебаний под действием внешней вынуждающей силы зависит не только от того, как эта сила колеблется сейчас, но и от того, как она колебалась раньше. Если сразу включили частоту, которая соответствует максимальной амплитуде, мы до максимальной амплитуды не раскачаемся. Нам надо будет эту частоту снизить, а потом обратно повысить. Так, на этом мы заканчиваем сегодняшнюю лекцию. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok